Добрый день, дорогие коллеги! Я очень рада здесь выступать. Очень благодарна Ольге Владимировне за то, что она позволила нам сделать такой практический экскурс в российский открытый доступ. Я скажу буквально два слова о том, кто мы такие. Я представляю консорцию Майкон, это объединение более тысячи российских библиотек. У нас есть разные направления нашей деятельности, в частности, открытый доступ. В частности же, мы представляем Россию в инициативе ООА-2020. И также мы представляем Россию в международной коалиции библиотечных консорсов, которые последние годы очень большое внимание уделяют открытому доступу. И мы также являемся членами конфедерации открытых репозиториев, которая тоже, естественно, уделяет очень большое внимание открытому доступу. Открытый доступ – такая область деятельности человечества, которая меняется буквально на глазах. И начав делать свою презентацию неделю назад, я уже была вынуждена ее поменять буквально несколько дней назад в связи с появившимися новостями. Каждый день приходят какие-то очень важные и существенные новости. 5 апреля создаялся круглый стол Государственной Думы, Комитета по науке, и назывался он «Совершенствование системы научных публикаций в Российской Федерации». На этом круглом столе мы сделали два предложения. Было всем предложено зафиксировать свое предложение с тем, чтобы, может быть, Дума потом продвинулась дальше какие-то рекомендации. Мы предложили, наконец-то, сформулировать, разработать политику открытого доступа в Российской Федерации как на национальном уровне, на уровне Академии наук и ведущих Государственных научных фондов. Забегая вперед, скажу, что ничего этого у нас нет. И также мы предложили рекомендовать операторам национальной подписки, РФФИ и ГПНТБ, изучить вопрос и рассмотреть его о возможности перевода централизованной национальной подписки на модели ритм-паблиша, о которой Пипа Смарт уже немножко говорил. Алгоритмы этих оценок, они известны. Я очень вкратце, очень грубо об этом скажу. Лицензии подписаны, находятся в открытом доступе. Все суммы, все прописано. То есть надо просто собрать команду, принять решение и изучить этот вопрос. Вопрос важный. Значит, еще раз, что мы предлагаем? У нас два предложения. Сформулировать позицию России в отношении открытого доступа и рассмотреть вопрос о возможности перевода российской национальной подписки, которая проводится за счет РФФИ и ГПНТБ, на хотя бы некоторые из этих лицензий на модели ритм-паблиш. Что это значит? Ну, уже было сказано про открытый доступ. Вообще, последний тренд, вот, инициатива открытого доступа, в рамке которого все это происходит, это то, что сделано на государственные деньги, с государственной поддержкой, то есть на деньги налогоплательщиков, должно быть доступно бесплатно человечеству. Очень часто приходится слышать о том, что если мы все перейдем в открытый доступ, это даст возможность, это принесет вред интересам, экономическим интересам России, интересам государственной безопасности. Не надо подменивать эти два понятия. Открытый доступ, это не значит, что засекреченные работы должны стать открытыми. Открытый доступ означает то, что раньше было доступно за деньги, теперь становится бесплатно. Теперь план С, о котором уже упоминалось. План С вводит в обиход понятие transformative agreements. Это такие договоры, которые немного смягчают очень жесткие изначальные формулировки плана С и говорят о том, что должны быть подписаны лицензии с ведущими мировыми издателями. Они могут быть разной формы, read and publish, publish and read. Сейчас вот вследствие с руководством плана С, его имплементации, его воплощения, добавилось туда понятие transformative agreements, которое говорит о том, что журналы, в которых должны быть опубликованы статьи, они в конце концов должны, издательство должно поставить задачу, перевести этот журнал в открытый доступ. Значит, отличительная черта этих transformative agreements, это то, что страна получает, ну, речь идет о национальных или больших консорциумных сделках, страна получает доступ национального уровня к полному пакету ресурсов, о котором идет речь, и одновременно после оплаты этой лицензии все, ну, речь идет о corresponding assets, все авторы-корреспонденты из этой страны или из авторизованных институтов имеют возможность бесплатно перевести свои статьи в открытый доступ. То есть лицензия оплачивается один раз, после этого авторы ничего не платят и могут делать свои статьи бесплатно доступными для чего? Всего человечества. Но transformative agreement говорит о том, что в конце срока лицензия, ее полная стоимость будет определяться только числом статей, которые публикуются вот на национальном уровне этим числом этих авторов-корреспондентов. То есть если на промежуточном этапе стоимость подписки состоит из двух частей, одна это плата за доступ, а вторая это плата за перевод статей, то transformative agreement должен быть таким, что в конце этого, в гипотетическом конце этого соглашения полная стоимость должна определяться только числом переведенных в открытый доступ статей. Почему мы это предложили? Потому что у нас ничего этого нет вот из этих двух пунктов. Мы знаем, что 90% из нашего опроса, мы знаем, что 90% наших авторов, преподавателей поддерживают идею открытого доступа, столько же готовы размещать свои статьи в открытых репозиториях. Около 70% имеют опыт публикации в открытом доступе. Но до сих пор на государственном уровне никакое, значит, все человечество поддерживает открытый доступ, десятки стран. Но на государственном уровне в России политика это не сформулирована. И существуют лишь отдельные проекты, которые получили поддержку Министерства науки. И вот мы, например, получили грант президентского фонда на развитие платформы, агрегирующей открытые репозитории. То есть политика не сформулирована. Если нет государственных документов, переговариваться обо всех наделках очень сложно, потому что убедить издателя изменить свое мнение может только ссылка на то, что этого требует государственный документ. Вот только что было подписано соглашение, оно было никак не transformative, никак не public and read. Франция переподписала соглашение с Эльзивиром. Там очень жесткие условия по отношению к размещению статей в зеленом открытом доступе. И я уверена, что только наличие законодательно закрепленной программы Франции по отношению к открытой науке и только прописано законодательство требования публикации в зеленом открытом доступе через 6 или 12 месяцев, только это заставило Эльзивир внести соответствующий пункт вот в эту лицензию. Потому что альтернативный вариант, который издательство предложило, он гораздо более жесткий. Поэтому государственные документы обязательно нужны, без них невозможно начинать переговоры. Почему мы это предлагаем? Потому что это важно и полезно. Все уже много раз слышали этот тезис, я думаю, что многие согласятся, что это полезно для общества, поскольку достоверное научное знание становится доступным читателям во всем мире бесплатно и мгновенно. И это достоверное знание. Это не какая-либо информация, которая распространяется через социальные сети и может быть доступна для всех, а это достоверное научное знание, которые, может быть, не всем нужны, но пусть они будут. Мало ли человеку понадобится. Это важно для ученых, потому что статьи, находящиеся в открытом доступе, читают и цитируют в несколько раз больше. Сейчас, когда есть новый инструментарий баз данных в App of Science and Scopus, и Scopus проверить это не составляет труда. Стоит обратить внимание на то, что если говорить в поддержку вот этого отступления от плана S, что можно теперь будет публиковать статьи в гибридных журналах, это очень хорошо для ученых, потому что на данный момент те журналы, которые находятся в директории DOAG на платформе, они цитируются хуже, чем платные журналы в среднем. Это данные у меня тут для России, для Германии. А журналы, которые находятся в гибридных статьях, ой, статьи, которые находятся в гибридных журналах, они цитируются гораздо лучше, чем статьи, которые распространяются за деньги. И такая же ситуация, если мы посмотрим о проценте процитированных статей, точно такая ситуация, то есть преимущество открытого доступа очевидно. Для национальной науки, естественно, это очень полезно, поскольку это расширяет читальскую аудиторию, тем самым во всем мире тоже ускоряет научную коммуникацию и повышает видимость национальных результатов. Почему мы это тоже предлагаем? Потому что это делают сейчас все. Потому что 70% из 140 фондов, перечисленных на сайте Sherpa Juliet, которые, кстати, перечислены на этом сайте, 70% требуют самоархивирования от авторов самоархивирования статей, то есть распространения их в зеленом открытом доступе. И 26% требуют перевода в открытый доступ по модели золотого открытого доступа. Если говорить о странах, то десятки стран в Европе, они здесь перечислены, и, что очень важно, недавно к ним Пипа Смарт об этом тоже говорила, присоединили все университеты Калифорнии и США, они уже подписывают эти соглашения. Издатели. Около 20 ведущих издательств на сегодняшнее время уже имеют в своей практике примеры подписания таких лицензий. Если говорить о рекомендации, с какого бы издательства можно было начать в России, можно начать не с самого крупного издательства. Например, издательство Кембриджского университета, мы там находимся в экспертном совете, и я точно знаю, что глобальный директор по продажам очень поддерживает открытый доступ, и издательство Кембриджского университета, являющееся некоммерческим издательством, очень открыто для переговоров, и уже около, по-моему, 5 соглашений подписано по этой модели transformative agreement. Не надо думать, что это экзотика, я просто в качестве примера на сайте привела соглашение transformative agreements, соглашение written public, которые были подписаны разными странами с разным издательством. Для России это тоже возможно. Но надо понимать, что эти переговоры сложные. Они идут... Вот мы всегда торопимся переговариваться с издателями, а в других странах эти переговоры идут годами, потому что консорциумы и страны, и команда переговорчиков очень жестко защищает права своих граждан. Поэтому надо подготовиться, надо просто посмотреть, насколько это для нас реально, насколько это для нас не будет невыгодно, если мы перейдем вот этот на модель, когда мы будем платить за статьи наших авторов. Но сделать это очень просто с помощью четырех правил арифметики. Для этого нужно просто посмотреть, надо знать, сколько мы платим сейчас каждому издателю, надо знать, сколько мы публикуем статей в журналах данного издателя, надо знать, какой процент от этих статей относится к статьям, где наши российские авторы являются авторами корреспондентов. Эта цифра известна, мне ее прислали, и она была в одном из докладов на конференции по открытому доступу, 13-й, в прошлом году или позапрошлом. В общем, в России 75% наших статей, которые мы публикуем в журналах, расписываем в «Эп оф сэнс», они являются статьями с российскими авторами корреспондентов. То есть это можно заключить, включить в наши расчеты. Ну и надо знать, конечно, какую же стоимость за перевод статьи из закрытого доступа в открытый мы должны заплатить. Вот это основной момент переговоров. Это самое сложное, договориться с издателем, сколько же мы должны будем платить за одну статью. Это, да, действительно, это непросто. Формулу я не буду писать, потому что надо посмотреть, сколько стоит, и посмотреть, сколько мы платим, и посмотреть, что больше. Такая же работа была проведена в Венгрии. Я просто приведу несколько примеров, как они это делали. Вот одни столбики – это то, что Венгрия платит. Это зеленый с желтым. Желтый – это та часть, которая сейчас у них находится в открытой доступе. Ну, кто-то другой заплатил, другие страны. Синий – это то, что они платят. Для каждого издателя сделаны такие оценки. Они тоже подписывают консорциумные лицензии. У них Венгерская академия наук ведет переговоры. Ну, и виден результат, что где-то выгодно, где-то невыгодно. И они посчитали вот в самом правом углу этот заштрихованный сегмент – это то, что они переведут в открытый доступ количество статей, если эти все переговоры, которые они собираются провести, пройдут успешно. Мы сделали то же самое для России, хотя бы чтобы понять, что это небезнадежно. У нас число статей наших репринт-авторов, авторов по переписке, можно посмотреть по базе инсайта. Она это допускает. Про деньги мы, конечно, вроде бы не должны знать. Но, в принципе, мы это можем найти либо на сайте госзакупок, либо, опять-таки, произведя несложные арифметические действия на основании данных, представленных в докладах, эффективности подписки. В общем, так или иначе, мы это знаем. Здесь приведены на левом слайде данные по России, поскольку невозможно, поскольку эти цифры не находятся в открытой печати, нельзя их публиковать открыто. Мы сделали процентное распределение. Это доля статей каждого издателя, это внутренний круг. И суммы, которые Россия платит каждому издателю, это внешний круг. Вообще будет очень полезно в Россию ввести ту же практику, которая существует и в Голландии, где эта политика перевода статей в открытый доступ ведется уже с 2014 года по требованию голландского правительства, и в Финляндии, где эти цифры доступны, и в Великобритании. То есть ей существуют сайты, где вы можете зайти и посмотреть, как в Швеции то же самое, какие суммы были затрачены на подписку, какой университет к какому издателю сколько платил, сколько платило государство. Ничего страшного в этом нет. Россия выглядит совсем не хуже остальных. У нас нет никаких выпадающих точек. Все переговоры были проведены на должном уровне. Что это касается и министерского проекта, и проекта РФФИ, у нас очень хороший переговорный результат. То есть бояться этого совершенно не надо. А помочь это может сильно. Ну и мы сделали такой же, в общем-то, простой расчет. Зеленое – это то, что подписка плюс открытый доступ. Синее – это то, что мы заплатим, когда переведем все наши статьи, вот этих авторов-корреспондентов, открытый доступ. Вы видите, что условия, в общем-то, довольно благоприятные. Начало переговоров вот именно в эту сторону. Единственное, есть два издателя – это Тейлор и Фрэнсис, институт физики, у которых, в общем, ситуация похуже, но это тоже вопрос переговоров. И мы тоже прикинули, сколько мы сможем перевести статей в открытый доступ, если вот эти переговоры завершатся успешно. Ну, вот о чем я говорила, что так все меняется быстро. И если мы 5 апреля сформулировали предложение, что надо все-таки сформулировать государственную позицию по отношению к открытому доступу, то вот уже буквально два дня назад пришла информация о том, что 16 мая, состоя в Российской Академии наук, состоятся общественные слушания как раз на эту тему. Поэтому можно надеяться, что можно туда записаться. Регистрация открыта в онлайне, что я и сделала. Можно надеяться, что все-таки лед тронулся, и министерство, и Академия наук наконец-то сделают какие-то шаги в этом направлении, чтобы присоединиться к всему человечеству. Спасибо большое! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова